Ну а мы продолжаем и сейчас мы поговорим на тему помощь Баткену. Итак, молодые активисты реализовали миссию по созданию мини-солнечной электростанции, которая решит вопросы получения энергопитания в тяжелых полевых условиях через альтернативные источники. И у нас в гостях Асхар Тинтемишев. Доброе утро. Здравствуйте. Очень интересно, конечно, узнать про данную разработку вообще в целом. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. Да, но в первую очередь хотелось бы принести глубокие, глубочайшие соболезнования семьям погибших, которые за нашу территориальную целостность и за дальность жизни, именно за небо, открытое над Кыргызстаном. А насчет именно вашего вопроса? Насчет именно вашего вопроса. Солнечная панель, что из себя представляет? Мы назвали его мини-солнечная электростанция. На самом деле это не новая разработка, хотелось бы сразу сказать. Есть подобные аналоги, но с виду неких обстоятельств и недоступностей мы решили разработать что-то свое. Потому что у нас были минимальные сроки, найти вот это уже готовое решение было очень сложно, практически невозможно в данных условиях. Насколько получилось у вас максимально сделать подобную? Ну, именно реализовать саму миссию, идею у нас, я думаю, получилось. И как раз таки внести ту лепту, ту помощь, которую мы хотели организовать. Я думаю, это получилось. У меня такой вопрос. Действительно, есть аналоги мини-солнечной электростанции, и они стоят достаточно больших денег. Как получилось вестить такого хорошего бюджетного результата, и чем он отличается от тех, дорогих? Он отличается, естественно, мобильностью, это первое, энергоэффективностью, адаптивностью именно, что он работает в полевых условиях. Изначально была разработка для полевых условий, чтобы можно было питать различные устройства, оборудование. Это даже использовать в каких-то, если это будет корректно, в военных целях и медицинских целях, чтобы можно было питать какие-то устройства тактические, медицинские, медицинское оборудование. Но именно наш прибор, он был рассчитан только на приборы именно малого питания. Какие-то гаджеты, сотовые телефоны, пауэрбэнки и дроны. Что-то наподобие. Сколько человек принимало участие в данной разработке? И вообще были ли у них опыт и стаж, чтобы создать такую вещь? На самом деле я являюсь специалистом в области информационных технологий. Я не инженер-энергетик. На самом деле, я знал принцип работы, ранее никогда это не делал. Я являюсь сам самоучкой. И вообще в команде у нас 4 человека. Хочется их тоже поблагодарить за помощь, за поддержку Нурджигиту Асанову. С которым я поделился данной идеей, и он поддержал меня. На самом деле, так, это разработка. Сбился в смысле? Да, ну и какие вот сроки вам понадобились? Сроки понадобились? В общем, в сложность 4-5 дней. А, всего. Всего, да. Потому что именно у нас было ограничение по времени. Изначально мы хотели приобрести готовые станции. Нурджигит попросил найти какие-то варианты более подходящие. Но, к сожалению, все упиралось во время. Во время и в большинстве, заказать из других стран и так далее. Но это было почти для нас невозможно. А какое количество было данной разработки? Сколько вот штук? В количестве 5 штук. 5 штук? 5 штук, да. В данный момент они успешно функционируют? Они успешно функционируют, работают. Мы провели тесты. Максимально пытались сделать их энергоэффективными, мобильными, адаптивными. Чтобы там... У нас просто не было никакого... Мы не могли просто ошибиться. Особенно, тем более, с технической стороны нам не было очень много ответственности. И не хотелось бы подводить свою команду и людей, которые надеются на нас. Ну, вы большие молодцы в любом случае. Конечно, это заслужено похвалой. Хочется спросить, сколько времени уходит на то, чтобы собрать это устройство? И можно ли его, допустим, выпускать в больших количествах? Чтобы уже в дальнейшем, может быть, не в этих целях, а для личного удобства, например. Чтобы кто-то... Мы могли приобретать с собой. Потому что все-таки в полевых условиях, мне кажется, это просто мега актуальная, мега нужная вещь. Да, вы правы. Как раз таки, наверное, из-за этого я приехал, чтобы рассказать вам, людям, что зеленая энергия, за ней стоит очень большое будущее. Данные станции можно использовать абсолютно везде, где нет электроэнергии. Это даже элементарно о каких-то юрт-кэмпах, которые находятся на Иссыкуле или в горах. Можно питать дроны для фото, видео и так далее. На самом деле, производство, да, насчет производства можно подумать. Я понял то, что для нас это очень актуально. Люди почему не используют их в домах? Вот эти солнечные панели. На самом деле, это очень развито в Европе. Да, люди питают дома половину электричеством, а половину солнечным питанием, альтернативной энергией. Это как раз таки является комбинированное питание, чтобы минимизировать затраты на электричество. Думаю, почему у нас не используются, потому что у нас более или менее такая вот доступная электроэнергия по цене. А так, где нет электричества, это прям самая топ-идея, можно так сказать. И создать ее на самом деле не нужно очень много ресурсов. Просто главное, чтобы были определенные средства, материалы. Именно проблема была в том, что собрать эти материалы. Возможно, мы могли бы сделать это красиво, удобно, но у нас не было таких материалов в Кыргызстане. И на доставку ушло бы очень много времени. Можно было сделать мобильным, очень легким. Ну, будем думать, что это только первый вариант, он будет подлежать усовершенствованию. Ну и нам, наверное, как и нашим зрителям, не терпится увидеть, как же это устройство вообще выглядит, как его сделать. Поэтому давайте мы с вами вместе все переключимся на видеоролик. Всем привет! И так, уважаемые друзья, после всех тестов, проверок и наших доработок, сегодня мы хотим показать и рассказать о нашей мини-солнечной электростанции уже подробнее. В комплект каждой станции идут три USB-шнура для подключения разного оборудования и разных устройств. Вот такой вот кабель универсальный для подключения раций и иных приборов. Помимо этого идет в комплекте электрический кабель с данной лампочкой, которую можно подключить к солнечной электростанции. Примерно вот так. Мы максимально упростили подключение, с ним даже справится любой школьник. Сзади идут два кабеля, через которые вообще, в принципе, нельзя ошибиться при подключении. Вот так. Станция. Станция работает уже. И наш аккумулятор уже заряжается. Это можно увидеть на контроллере. Примерно так. Через данный адаптивный тройник можно подключить до восьми устройств. Шесть на передних и два с края USB. Помимо этого, еще два можно подключить на данном контроллере. Солнечная панель состоит из аккумулятора. Контроллера, который управляет зарядом и током. И вот таким вот адаптивным тройником. Помимо этого, мы старались придумать более такое решение, чтобы оно было мобильным. И использовали вот такие вот подвесные ремешки. Очень легким и удобным образом его можно подвесить и использовать. Будет удобно даже при ходьбе. Общий вес данной станции весит около десяти килограммов. Они же, они же улучшают. Не само замедливаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С самого начала, как вы искали, покупали и, собственно говоря, создавали Но на самом деле это прям очень похвально Очень интересный процесс Такой короткий срок Аскар, я так полагаю, это ваше первое такое изобретение И вопрос, запатентовали ли вы его? Нет, не запатентовал, это моя первая разработка Почему это? Наша в нашей команде На самом деле, знаете, мы не преследовали никакую коммерческую цель И мы хотели только внести свою помощь нашим братьям Внести свою лепту всем тем, что мы, в принципе, могли сделать Да, гуманитарная помощь была Со своей стороны я видел, как работают волонтеры Как идет доставка грузов Видел, что есть продукты питания И медицинское какое-то обеспечение было Но вообще пришла эта идея Как посредством социальных сетей Я видел, какую помощь действительно оказывают другие крыльстанцы И знаете, вот это вот, наверное, внутренний голос Когда вот совесть, угрызение совести Когда ты говоришь Почему другие это делают, а ты не можешь это сделать И тогда вот в голову мне пришло наставление своего отца Когда он сказал И тогда пришло вот такое озарение Как раз таки Ну, у нас есть общий знакомый с Норджигитом Асановым И я постоянно его наблюдал в историях того человека И я поехал именно в дворец спорта Где вот именно доставляли гуманитарный груз И предложил свою идею там Людям, которые этим занимались Но никто идею особо не поддержал Либо особо не поняли И как раз таки я увидел Норджигита Мы с ним там познакомились И как раз таки он понял Поддержал меня И мы начали вместе работать Сгруппировались, получается И делегировали всю работу Он ведет определенную какую-то работу Я определенную какую-то работу И мы отвечаем за это вместе Оскар, огромное вам спасибо Я думаю, от лица всех кыргызстанцев Хотим выразить вам благодарность За данную разработку Которая, я уверен Несла свою лепту В помощь нашим дорогим кыргызстанцам Спасибо вам большое Спасибо за беседу Которую вы уделили нам Спасибо большое Уважаемые телезрители У нас в гостях был Молодой активист Инженер-разработчик Аскар Тентимишев